28 июля в Московской области отмечался Единый день безопасности дорожного движения. На этот раз массовое мероприятие по случаю праздника организовали на территории Ленинского района в сельском поселении Володарское. Детский оздоровительный лагерь «Салют» стал местом, где развернулись специальные площадки. Инспекторы учили детей, как правильно вести себя на проезжей части, а ребята, в свою очередь, демонстрировали ранее полученные знания ПДД. День безопасности дорожного движения наиболее актуален для детей, ведь именно они находятся под особой опасностью на дорогах. В Московской области проводится много мероприятий, посвященных сохранности здоровья подрастающего поколения. В этом году число пострадавших несовершеннолетних участников движения увеличилось по сравнению с прошлым. Поэтому изо дня в день инспекторы ГИБДД работают с детьми и водителями. Мы стараемся проводить такие мероприятия именно в игровой форме, чтобы дети запоминали вот эти именно картинки, чтобы они понимали то, о чём им говорят, как раз на их уровне. Также мы привлекаем к этому процессу их сверстников, юных инспекторов движения, а также вожатых, которые обучаются в высших учебных заведениях Москвы и Московской области. Воспитанники детского оздоровительного лагеря «Салют» встречали почётных гостей импровизированной сценкой. Ребята заранее изготовили себе из бумаги номерные знаки, по подобию автомобильных, и выступали с ними в роли машин, которые сопровождали делегацию на территории лагеря. Они также прочертили дорожную разметку на асфальте и предложили гостям ходить по правилам, ведь сами дети хорошо их выучили. По светофору надо переходить только на зелёный свет. Красный – значит 100. Надо всегда соблюдать правила, не переходить на красный свет, не ехать на красный свет, и чтобы сохранять здоровье своё. Но помимо внимательности при переходе проезжей части, детям необходимо знать правила езды на велосипеде. Тем более летом для них этот вид транспорта наиболее актуален. В связи с этим на празднике присутствовали профессиональные велосипедисты, и на своей площадке они пропагандировали безопасное движение на двух колёсах. Во-первых, светофор, во-вторых, выделенная полоса для велосипедистов. И не забывать о том, что у велосипеда внимание должно быть обострено больше, чем у водителей автомобилей и общественного транспорта, потому что они более габаритные и могут просто не заметить ребёнка на дороге. Сотрудники ГИБДД Ленинского района организовали на мероприятии выставку полицейских автомобилей от ретро и до современного транспорта. А сотрудники ОМОН Московской области исполнили для ребят показательное выступление с применением боевого оружия. Я нацелил бы всех наших детей, всех ребятишек быть очень внимательной дорогой. Быть очень внимательными, особенно при первом сентябре, мы говорим, чтобы шли в школу, уже зная правила дорожного движения. Поэтому всех с праздником сегодня хочу поздравить наших ребятишек, поздравить взрослых, которые принимают участие за хорошее такое активное мероприятие. Безопасность детского дорожного движения зависит не только от инспекторов. Очень важна работа родителей, чтобы дети хорошо себя чувствовали на проезжей части. И пусть даже такие банальные знаки и такие масштабные мероприятия улучшат ситуацию на дорогах. Юлия Погосян и Адамия Наталья Буслаева. Видное ТВ.